Всех приветствую на моем канале! Здравствуйте! А у нас сегодня закуски на любой праздничный стол. Буду очень благодарна за лайк и подписочку! Приятнейшего просмотра! Нам сегодня понадобится слоеное тесто, у меня покупное, кетчуп, либо же томатная паста, один желток, а также сливочный сыр. Сливочный сыр можете брать любой. А также в начинку у нас пойдет все, что вы найдете в холодильнике. У меня сегодня нашлось колбаска, салями, перчик сладкий болгарский, маринованные шампиньоны и немножечко сыра. Сыр у меня сегодня моцарелла. Как я уже сказала, добавить можете в начинку. В наши закуски подойдет абсолютно все. Все, начинаем! Поехали! Берем слоеное тесто. Нам его нужно будет разрезать, разделить пополам. Эта закусочка подойдет под любой праздничный стол. Быстро и недорого. Так, разрезаем напополам. Так, я это делаю на глаз. Вот так. Получилось две половинки. Одну половину теста нужно смазать сливочным сыром. И размазываем по всей поверхности нашей будущей закуски. Теперь берем вторую половинку теста. И наша задача теперь положить эту половинку теста на вот эту. Складываем вместе. Вот таким вот образом. Вот так вот у нас получилось. Так. Теперь мысленно, либо же можете взять линейку. Я делаю на глаз. Нужно сделать такие вот надрезы. Чтобы было бы примерно одинаково. Можете разрезать ножиком. Я буду использовать вот такую вот пиццерезку. И вот там вот, где мы сделали наши надрезики, разрезаем. Разрезаем. Теперь то же самое делаем с другой стороны тесто. Так. Разрезаем. Итак, теперь нам нужно будет сделать вот такую вот серединочку. Я использую ножик. Другой стороной ножа. Я делаю серединку углубления. Так как это слоеное тесто, нужно немножечко сделать вот такие вот проколы в серединке. Чтобы тесто при поднимании не подняло нашу начинку. Совсем чуть-чуть. Пару разиков вот так вот проколем. Серединку будет вполне достаточно. Берем желток. Теперь нужно будет смазать наши закусочки желтком. Все тесто смазываем желтком при запекании. Потом это будет красиво все так запекаться. И наша закусочка будет румяная. Затем беру кетчуп и в некоторое отверстие я хочу добавить кетчуп. Беру шампиньоны и кладу в серединку. Начинка, как я уже сказала, может быть абсолютно любой. Затем перчик болгарский. Колбаска. Затем у меня есть немножечко сыра. И кое-где мне хочется добавить и сыр. Много не добавляйте. В некоторых местах, там, где вам хочется. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Отправляем наши закусочки примерно на минут 10. Как только тесто приготовится, все готово. Отправляем в духовку. Ребята, буквально несколько минут у меня в духовке провели наши закусочки минут 8. И все готово. Посмотрите, какая прелесть. Давайте попробуем. Очень вкусно. Берите на заметку такая вот закусочка на любой праздничный стол. Особенно сейчас, в скором времени мы будем встречать Новый год, затем Рождество, красота. Ну, а на сегодня у меня все. Огромная благодарность каждому, кто смотрел этот ролик, кто поставил лайк и подписался на меня. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока. Пау!